Привет, друзья, с вами Томас, и доброе утро. Мы сейчас находимся в Зампирсер. В общем, я тут поспал, эту ночь я нормально так поспал, проснулся в 6.39 утра. Нормально, настроение хорошее, и знаете, чем мы будем делать сейчас? Мы сейчас будем, короче, из наших ресурсов, которые я насобирал в прошлой серии здесь. Мы, кстати, я напомню вам, мы на каком-то вокзале сейчас стоим, и это тупик. Дальше ехать нельзя. Вот, возможно, можно будет дорогу переключить, чтобы, ну, типа, может быть, где-то там проезд есть какой-нибудь, но я думаю, навряд ли, потому что здесь всего раз, два, три, четыре пути, и все эти четыре пути чем-то заблокированы, в частности, вот этим зданием. И стеной, которая дальше, и, в принципе, тем, что там рельсов дальше больше нет. Вот, в этом здании охренительная толпа зомби, они все стучатся в двери, выламывают двери и все остальное, но мне плевать на это, потому что, ребята, мы с вами идем делать самый крутой верстак, который тут есть, металлический. Посмотрим, посмотрим, что в этом металлическом верстаке можно будет крафтить, потому что, я думаю, что это покруче, чем в деревянном. Поэтому давайте посмотрим. А дальше уже, наверное, ребята, с вами пойдем и посмотрим, что вообще здесь в этой локации есть. Кстати, я не знаю, видите ли вы, замечаете ли вы, что игра немножко подвисает. Я говорил вам в прошлом видео, что игра очень сильно грузит проц и ведюху. Не знаю, в честь чего, но, в общем, так оно и есть. Тейлор Стейбл. Здесь мы можем, наверное, броню себе шить всякую разную. Это, ну, типа швейная машинка. Ну, мы, в принципе, все с вами осматривали, что здесь есть. Но самое главное, что я сейчас хочу поставить, это металлический, металлический стол. Давайте поставим... Стол для крафта, я имею в виду, ну, верстак, короче. Давайте поставим его тут. И для того, чтобы его сделать, нам нужно... Не помню, не помню на какую кнопку нажимать. На какую кнопку нажимать нам нужно? Remove. Может, подальше отойти? Или, наоборот, поближе? Окей, нет. Черт возьми, а как? Неужели у меня не хватает ресурсов для того, чтобы его сделать? Может, еще ресурсы, типа, нужны? Так. Я понял. Походу, нам не вот этот молот нужен с вами для того, чтобы этот верстак замутить. Блинский. Походу, нам нужен... Scrap Adjust... Что-то там ключ. Вот этот вот... Вот эта штука нам нужна. То есть, нам нужно еще два кусочка металла с вами. Где взять эти два кусочка металла? Вообще, фиг пойми. Так, подожди. Давай отсюда все перетащим туда. Что это все здесь лежит? Хотя нет, ни фиг пойми. Подожди, здесь же коробок дофига. Сейчас пойдем искать два этих... Два джинджи, что-то там. Короче. Так, картошка, все это сюда. Бросаем еду, всякую разную. Энергетики. Все-все-все абсолютно, что у нас есть в карманах, мы бросаем сюда. Кроме патронов. Естественно, кроме патронов. Хотя, в принципе, даже стрелы можно тоже взять с собой. Короче, друзья. Давайте выходить. Я думаю. Вот. И... Так, присели. Можем тут пролезть? Да, можем. Отлично. И пойдем, наверное, вот сюда вот. Сгоняем тут ящики все. Нам всего два кусочка металла. Один уже есть. Думаю, здесь мы где-нибудь второй найдем с вами. Точно. 100%. 200%. Блин, гребаная ткань. 800%. Нет, не здесь, значит. Значит, где-нибудь в другом месте. Окей. По два патрона тратить на обычных зомби это слишком жирно. Еще идут. Йооо, их там много. Их тут очень много, друзья. Вообще, честно говоря, это очень похоже на нашу начальную локацию. Прям очень-очень. И такое ощущение, что мы прямо отсюда с вами и уехали. Просто мы где-то там развернулись и... Вот, в принципе, и все. По-моему, так оно и есть. А это значит, мы просто... Ну, мы... Короче, наш персонаж, когда мы сюда подъезжали, он сказал, типа, что... Нужно быть готовым к тому, что что-то там... Что что-то там, короче, где-то надо будет сделать. Или вроде того. Поэтому, да, возможно, мы тут что-то не сделали, не доделали. Может быть, зомби нам нужно всех отсюда зачистить. Ага. Вот один из зомби, который... Фигачил дверь. В смысле, один из зомби, который... Который шумит. Так, тут у нас жиртрес. Так, нормально, нормально, отходим. Жиртрес спокойно. Отлично. Четыре патрона, все как по... Как по ноткам. Я помню, что тут было гораздо больше зомби, поэтому, блин... Апосянский немножко. Так, ладно, давайте посмотрим здесь. Нам нужен всего один кусок металла. Игра как будто знает, что нам нужен всего один кусок металла. И не дает нам этот чертов кусок металла. Так, вот здесь вот куча ящиков всяких. Давай посмотрим. Может быть, что-то будет... Нифига. Опа! Опа! Патроны! Опа! То, что нужно. Опа! Деревяшки. Короче, из деревяшек, знаете, что делать можно, ребят? Так. Куча железя всяких. Из деревяшек можно делать различные всякие стены. Так, мы нашли, кстати, с вами металл. Очень много металла вот в этой куче. Я все ресурсы сейчас пособираю, друзья, потому что нам нужно будет же что-то крафтить на этом... На этом металлическом верстаке. Поэтому, я думаю, все материалы, которые мы найдем с вами, они очень нужны будут для крафта. И поэтому мы все это с вами сейчас тут соберем. Кто-то там делает... Буэк-буэк. Окей. Дерево у нас очень много. Короче, из деревяшек можно сделать перегородки. Дело в том, что здесь строиться нельзя. Точнее... Нельзя... Воу, level up. Ништяк. Точнее, нельзя строиться снаружи поезда. Но можно строиться в поезде. То есть, мы можем построить какие-нибудь комнаты в вагоне. То есть, вагон как-то... Как-то разделить. Вот. Это тоже очень интересно. И вообще, это суперинтересная механика. Типа, выживание в поезде. Это же вообще офигенски. Так, ладно, давай пойдем сюда. Ёп твою мать! Как я мог промазать? Алло! Два патрона расхерачил. Так. Бегун сраный. Ё-моё! Тут прям... Тройняшки идут! Прям тройняшки! Отлично. Так, у меня осталось всего 10 патронов. Я очень надеюсь, что зомбаки тут не спавнятся. Что они просто здесь есть, и мы типа эту территорию сейчас зачистим с вами. И все. А еще, кстати, зомби здесь не пропадают. Судя по всему. Либо пропадают, но через какое-то время, да? Наверное. Если бы они не пропадали... Это бы объясняло то, почему у нас все висит. Честно говоря, если бы они не пропадали. Они, скорее всего, должны пропадать все-таки. Так, если это наша начальная локация, то, насколько я слышал, в этой начальной локации, друзья, нет, зомби не пропадают. Вот поэтому у нас все и висит. А еще, наверное, потому что у меня вместо компьютера картошка. Ну да ладно. Я слышал, что в этой локации есть пистолет. То есть его можно было найти изначально, в принципе, когда мы только-только начали игру. Но я его не нашел. Так, ладно. Чтобы туда залезть, нужно открыть дверь. Окей. Не то, чтобы открыть дверь, нам нужно перелезть, забраться вот тут вот, зайти сюда, закрыть тут дверь. И вот мы, в принципе, здесь. Так. Побежали. Теперь замутим этот металлический ключ, который нам нужен для крафта. Я не уверен на 100%, но... Да, 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 да. Чтобы металлическую фурнитуру... Чтобы металлическую мебель делать, нужен вот этот вот металлический ключ. Скрэпхаммер нужен для того, чтобы сделать просто какую-нибудь вещь. Любую. Так, давай посмотрим. Посмотрим. Кстати, мне нужно попить-поесть. Ну, это все, насколько я помню, у меня вон там вот лежит. Где-то здесь в шкафчике. Поэтому. Берем энергетик. Берем картошку. Пусть будет картошка. Так, 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 так. Выкладываем все сюда и кушаем себе спокойно. Накушиваемся. Давай сначала воды просто попьем. Вот. Ну, че, друзья, как вам игра? Пишите в комментарии. Насколько вам нравится. Или не нравится. Как по мне, вообще все офигенно. Не знаю. Так. Все, я напился. Окей, теперь нужно накушаться. Ага! А, вот это интересно. Мы не можем есть сырую картошку. Это тебе не дейс. Где ты можешь есть все, что угодно сырое. Нет, на самом деле, естественно, чтобы, типа, картошкой больше насыщиться, нужно ее приготовить. Здесь ее, в принципе, нужно только приготовить. По-другому ты ей никак не насытишься, потому что ее, в принципе, есть нельзя. Так, сейчас посмотрим, по сколько процентов. По 15. По 15 процентов добавляет еда. Окей. Значит, скушаем еще одну. Окей, отлично. Все, можно выкладывать все это назад. Зомби пробились, по-моему. Я слышу, как они шагают. Или у меня уже, хотел сказать, геморрой. Паранойя. Так, забираем все ресурсы для крафта отсюда. И сейчас, друзья, мы с вами будем офигенски крафтить офигенский стол. Погнали. Посмотрим, что тут можно... Мне кажется, всякое оружие можно будет делать. Может быть, даже патроны для оружия. Хотя нет, тут нет пороха. Поэтому, скорее всего, какие-нибудь, может, электрические штуки. Ну, потому что микросхемы есть. Отлично. Итак, давай посмотрим. Электрик овен механизм. Это электропечка. Это механизм для печки, точнее. Граммофон. Механизм граммофона. Металлическая какая-то там печь. Для чего? Смелтед скреп металл into металл. Это плавильня! В металлические слитки! То есть, можно будет вот этот мусор кидать сюда и переплавлять в металлические слитки. А затем... Фонарик! Так, делаем фонарик, друзья. Это то, что нужно. То, что доктор прописал. Так, можно делать молот. Great tool for working with wood. Короче, молот нужен для того, чтобы с деревом работать. Швейная машинка. Ну, не так много крафта. Возможно, это только верхушка айсберга. Не знаю. Возможно, тут можно больше всего сделать. Эта ткань, скорее всего, для швейной машинки только нужна. Значит, это мы все, наверное, выложим куда-нибудь сюда. Ага, не поместится это все сюда. Не поместится. Так, давай заберем патроны и все остальное. Тоже не помещается. Хорошо. В смысле, не хорошо, конечно. Давай рассортируем немножко. Фонарь я бы сюда положил. Лук я бы, честно говоря, положил бы вот сюда. На третий слой. Отлично. Так, теперь... Теперь, теперь, теперь... Ладно, это мы все оставим. А, да что за фигня? Что нас так чертся, е-мое? Короче, теперь... Мы идем снова в рубку. Выкладываем сюда древесину, которая у нас есть, потому что ее очень много. Там она не помещается. Весит эта древесина 18 килограмм. Это до хрена. И теперь мне нужно... Как-то... Включить фонарик попытаться. Есть! Фонарик у нас включается на L. Но самое главное, не нажать на... Левую кнопку мышки, потому что у нас был в начале игры фонарик, а я его съел зачем-то. Ну, то есть не съел, там была просто анимация, типа поедание. Короче, вот. Фонарик у нас есть. Это хорошо. Пусть он будет включенным. Всегда батарейки, я не знаю, есть тут вообще или нету. Поэтому ладно. Пусть он будет включенным. Давайте теперь сгоняем, наверное, сюда, друзья. В это здание, в котором мы были. Ух ты. Это же бронированный зомбяк. Твою мать, а! Фигово дело! Охренеть! По четыре патрона на зомби. Это что-то как-то многовато. Так, ладно, это чувиха пусть дальше пердит. Там я пока грохну вот этого ублюдка. Так, что с этим щитоводом-то делать? Это я, конечно, не знаю. Ладно. Побежали отсюда, друзья. Я думаю, что лучше мы сначала сгоняем куда-нибудь сюда. Тут где-то было еще одно здание. Зайдем туда, пожалуй. Давай поверху пойдем. И сейчас я точно, стопроцентно вам... Ну, то есть, мы поверху пройдемся. Я со стопроцентной уверенностью могу вам сказать, ну, типа, в самом начале мы или нет. Похоже, что все-таки нет. Тут есть такие вот сундуки? Вот такого вот вида. Ёп твою мать. Эти сундуки, в общем, они... Подожди, а у меня че... Ооо, у меня ничего больше нет. У меня срочно нужно патроны искать для дробовика. Прям срочно. Блинский. Они, наверное, идут в обход. Типа, чтобы... Ай, ё-моё, че за... Вы слышали? Похоже, что кто-то разбил дверь. Так, давай посмотрим. Граната. Неплохо. Семь патронов для дробажа. Вот это вообще еще лучше. Так, давай забираем все, что тут есть. Причем очень-очень быстро. Окей, пора валить. Отсюда бы. Так, давай заменим вот эту вот штуку на гранату. Дэмэдж 5, дэмэдж 5. Видели? Ооо, еще 10 патронов. Ништяк. Так, пока что, ребят, нормально. Выживаем. Все норм. Этот чувак разбил здесь дверь. Ёб твою мать. Их как-то очень много тут, друзья. Я не знаю, конечно, как мы выберемся. Можно ли выбраться будет другим способом. Но их там очень много. Блин. Я бы поискал, честно говоря, другой способ. С удовольствием бы поискал. Но, к сожалению, его нет. Другого способа выбраться отсюда нет. Тогда я предлагаю кинуть гранату в тех бронированных зомби. Либо просто выманить их всех куда-нибудь в одну точку. Как будто кто-то что-то за окном-то посветилось. И кинуть туда гранату. Сейчас. Сначала мы убьем всех быстрых. Угу. Они идут. Так. Ладно. Уже можно. Ай, чё так долго? Граната, ну! Спокойно. Всё, просто убегаем отсюда. Ну, там ещё с другой стороны кто-то долбит, блин. Вообще нормально. Такс. Окей. Спокойно. Сейчас пройдём нормально дальше с вами. Не знаю, можно ли здесь как-нибудь пройти дальше. Вон там, по-моему, был проход. А я забежал фиг пойми куда. Ух, блин! Ух, блин! Слушайте, а если это конечная станция, то чё теперь? Ну, типа, если дальше пройти никуда нельзя будет. Тут очень много, очень много досок. У меня, в принципе, дерево уже навалом. Может, давайте только металл собирать будем, а? Как считаете? Я считаю, что это правильно, потому что у меня уже около 50 дерева есть. 50 дерева, я думаю, это до хрена. Ну, если чё, ещё сбегаем сюда и возьмём. Так нас, может быть... А, оно зареспавнится? Заново. Так, в тех ящиках не помню. Блядь! Сука! Ну ты и козёл, слышь! Вот тебе! Замат извините. Но это было страшно. Вы сами понимаете, я думаю. Окей. Так, ладно, собираем только металл. Тряпок у меня тоже дофиг... Ё-моё! Ясно-понятно. Три? Я выстрелил в него всего три раза. Странно. Либо я становлюсь сильнее, либо они становятся слабее. Так, такое ощущение, что тут у нас всё, ребята. Тут у нас всё закончилось. Да, тут у нас тупик, но зато здесь в этом тупике есть два ящика. Два ящика с патронами. Это просто обалденно. А у меня, кстати, на пистолет офигенная куча патронов уже. И, блин, если бы я нашёл пистолет, я бы просто так кайфовал. Так кайфовал бы, а! Там ещё, кстати, наверх можно залезть будет. Давайте, наверное, этот вокзал полностью с вами пройдёмся по нему сегодня. Так, я, значит, залазил сюда уже. Или сюда тоже, да, залазил? Чёрт. Чё-то я забываю уже, куда я лазил, куда нет. Да, я предлагаю даже по верхушке сейчас пройтись. Сколько у нас там времени? 15.17. Вечереть будет ещё только через пару часов игровых. Так что есть время для того, чтобы забраться наверх. Посмотреть, чё у нас там. Мне, конечно, красиво игра сделана. Не знаю. Прям... Прям кайфую. Правда, компьютер мой не очень кайфует. Хотя вот сейчас вроде норм. До этого, когда я записывал первые четыре части этой игры, он вообще прям орал как бешено. Прям... Все кулеры, всё было на полную включено. Подожди. А, это мусорный бак. Окей. Так, ребята, нам нужно вот сюдашеньки зайти. Вот сюдашеньки. Так, зомби пусть там чё хотят, то и делают. А я побежал... Так, здесь не пройти. Начинам сюда. Мне кажется, в конце... В конце вот этого вот пути из... Вот этих контейнеров... Так, я думаю, нам туда. Что тогда будет? Потому что, ну, не может быть. Просто что вот... Контейнеры. Это всё. Ну, да. Всё-таки это всё. Ничего тут дальше нет. Никакого пути дальше... Нет. Значит, контейнеры это... Всё. Последний рубеж. Ну, ладно. Ну, ладно. Значит, так. Я предлагаю... Подожди, вот же... Ага. Его не открыть никак, этот контейнер. Ясно. Такс, 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 такс. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Друзья, друзья, друзья. Подождите. Подождите, подождите. Подождите. Всё. Я предлагаю тогда... Пройти вот тут. Надеюсь, зомби не смогут забраться на поезд. Вы же не сможете забраться на поезд, зомби? Очень надеюсь, что нет. Вообще-то они лазают по всяким разным... Лестницам и так далее. Но очень надеюсь, что тут не будут. Короче, друзья. Я предлагаю выйти тут. Угу. И сгонять в сторону дороги. Вон туда. Оттуда, со стороны дороги, можно пойти вон в ту сторону. И там будет что-то типа... Я не знаю. То ли там КПП, то ли там что-то ещё. Вот. Поэтому давайте, друзья, тогда на этом, наверное, нашу серию закончим. Посвященную крафту и сбору ресурсов на этом огромном вокзале. И встретимся с вами уже в следующей серии, которая будет посвящена тому, что мы пойдём дальше. Вон туда вот. И будем искать дальше приключения на задницу. Вот. Друзья, если вам нравятся наши ролики, можете лайком поддержать. Мне будет очень приятно. И это будет очень важно для канала. Вот. Спасибо вам большое. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу роликов. По поводу вообще, в принципе, роликов. По поводу нашего ролика. Вот. Увидимся с вами в следующем видео, друзья. Давайте сейчас сюда зайдём. Посмотрим, что у нас здесь. Тут у нас нечё. А так я и думал. Ну вот, ребят. Ладно. Счастливо, друзья. И давайте до следующих видео. А ещё не забывайте, что стримы у нас идут на втором канале. Ссылка на этот канал есть в описании. Стримы у нас там каждый день. Спасибо, друзья. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...